Друзья, всем привет! Меня зовут Виктория и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас будет распаковочка аромата и я хочу вам рассказать сразу это самая обдуманная покупка парфюмерии пока-пока во всей моей парфюмерной жизни. Друзья, с ароматом, вот с этим Герлен Терракота Ле Парфам я в общем думала о покупке с весны прошлого года, когда я начала коллекционировать Герлен и скупала практически все. И тогда я решила так, наступит лето и я куплю этот аромат. Но, как вы помните, в Питере наступило просто безумно-безумно жаркое лето и я не могла вообще ничего на себе носить, кроме альдегидов. Просто одними сплошными альдегидами готова была обкладываться, потому что они мне такие льдинки напоминали освежающий. Ой, вот он мой красавчик! А Герлен, конечно, это такой аромат, он, ну, на мой вкус, он довольно теплый и довольно сладкий. Боже мой, какой же красивый флакон! Потрясающий! Не знаю, верите ли вы в знаки зодиака, но я лев по знаку зодиака и солнце, это, получается, покровитель, планета-покровитель моего знака зодиака. Вот здесь такое солнце. Класс! Класс! Так, он продается, наверное, как вы знаете, да, это туалетная вода. Хоть и называется терракотта ля парфан, это туалетная вода. И он в 100 миллилитрах только продается. Осенью, осенью я опять его попробовала, и мне он показался каким-то, ну, просто не в тему. Я думаю, ну, в смысле, сейчас хочется совершенно чего-то другого. Он даже мне показался в этот момент каким-то сладким, каким-то даже меня удушающим. Хотя сам аромат мне нравился, и когда я его тестировала, носила на себе, собирала комплименты, но думала, что что-то со всеми не в порядке осенью, такие ароматы им нравятся. Но я его купила, честно скажу, я его купила еще в декабре. Были скидки, я купила, но не распаковывала его, потому что решила дождаться момента, когда у меня прям будет вдохновение, когда мне захочется. И сейчас какой-то такой у меня период, мне прямо хочется летних ароматов, пляжных ароматов. Например, Том Форд у Де Солей Бланк. Например, я знаю, наверное, не все его относят к пляжным, но вот для меня Келлен Эдалкс, он из-за рассольного сандала в сочетании с инжиром, с зеленцой, с древесностью, он для меня тоже относится к таким пляжным вариантам. Поэтому вот наступило время терракоты от Герленд. Еще раз я на себя его нанесу, так сказать, обновлю. Кстати, вот сейчас в Испании, где я нахожусь, у нас такая погода, знаете, я прям вообще от души дорвалась. У нас такая погода больше напоминающая весеннюю погоду в Петербурге. И вот этот аромат мне совсем, мне кажется, не очень сладким, не удушающим. Я не знаю, что тогда осенью со мной произошло. Аромат классный. Его создатель Тьерри Вассер, которого я люблю. Мой любимый Идилль, это тоже его создание. И что здесь? У нас здесь в верхних нотах бергамот, тиаре и кокос. Сразу скажу, кокос не рассолит. Вообще он такой, он здесь скорее такой фруктово-сладенький. Вот какой здесь кокос. Знаете, такой есть вид кокоса, но не кулинарный. Такой тоже бывает, встречается. Прям такой, знаете, я вот такой не очень люблю кокос. Его очень сложно красиво обыграть. Бергамот здесь мне дает немножко зеленцы. А тиаре придает вот этого самого такого пляжного настроения аромату. В средних нотах этого аромата есть цветок апельсина, есть жасмин и иланг-иланг. Иланг-иланг здесь такой, как я люблю. Он засахаренный, ну точнее он заслащенный. Он оттеняет скорее жасмин, чем звучит отдельно. Я, слава богу, вообще иланг-иланг здесь отдельно не выделяю как ноту. Вот такой иланг-иланг я люблю. Аромат, кстати, немножко запудривается. Я бы его все-таки не назвала пудровым, но вот что он запудривается, это однозначно. В базе у нас мускус и ваниль. Все очень просто. И, друзья, мне очень нравится терракота от Герлен тем, что здесь есть жасмин. Жасмин довольно натуралистичный. И этот жасмин, он придает аромату элегантности. Я знаю девушек, которые носят этот аромат вообще круглый год. И в офис можно, и на свидание, и в кино, и просто вот каждый день его носить. И я думаю, что вот все-таки его из совершенно пляжных ароматов отделяет, выделяет именно жасмин. Потому что он все-таки такой белый цветок, который придает любому аромату элегантности. И уводит его от легкомысленности. Это лично на мой вкус, опять же. И здесь жасмин вот прям отлично чувствуется. Я бы вообще этот аромат назвала больше жасминовым. И мне очень напомнил жасмин. Тут жасмин от Тома Форда, жасмин руш. Очень напоминает. Конечно, там совершенно другая пирамида. Там совершенно о другом сам аромат. Ароматы не похожи. Но вот именно нота жасмина почему-то мне напоминает именно ту. Он натуральный. Он вот с этими аспектами жасминовыми. Но при этом без индольности. Вот сразу скажу, индольности здесь нет. Он очень ярко стартует. Когда я первый раз, вообще первый раз попробовала этот аромат. Вообще первое, что я почувствовала. И что у меня вот сначала, я думаю, ой-ой-ой, это жасмин. И мне сначала показалось, что это индольный жасмин. Но буквально это длилось, я не знаю, секунды-две. И вот это был только вот этот первый раз. Может, еще второй раз, когда я пробовала. Но когда я его уже носила на себе, я уже не чувствовала вот этих вот первых секунд его индольности. И я даже не знаю, друзья, есть она или мне просто так показалось. Бывает, что мозг дорисовывает. Он чувствует очень натуралистичный жасмин или какую-нибудь ноту. И дорисовывает там, что ему кажется, еще там должно присутствовать. Не знаю, откуда у меня мозг это взял. Но никакой индольности в аромате абсолютно. Сейчас вот я не чувствую. Я чувствую ваниль. Ваниль уже есть. Я чувствую, что это все лежит на мускусе. Но я бы его не выделяла. То есть это не тот мускус, который как-то там должен усесться. Какой-то он придаст аромату животности. Не-не-не-не. Вот вообще здесь этого нет. Здесь просто вот то, что закрепляет аромат и держится долго на коже. На мне аромат часов пять. Он шлифит. Он отлично ощутим. На одежде он до стирки. А через пять часов на коже он уже, да, он уже такой ближе садится к коже. Его все равно можно почувствовать, если вот подойти, да, как-то подойти в мою интимную зону меньше метра. А вот, наверное, если дальше, то уже не будешь его чувствовать. И для меня очень важно, вот я сейчас это поняла, наверное, теперь буду такое всегда говорить, именно на мой взгляд, да, кому может этот аромат понравиться. Я считаю, что понравится, может, девушке, женщине, мужчине любого возраста, но при определенном настроении. Вот что я думаю. Это настроение такого желания отдохнуть, желание расслабиться, желание хотя бы вот пока ты с этим ароматом немножко вспомнить о легкости, о беззаботности. То есть он для меня такая поддержка, он для меня ресурс. Простите, еще раз, я уже в одном своем видео извинялась, что я это употребляю. Но вот этот аромат, да, для меня он о ресурсном состоянии. Знаете, не надо вот молчать часами, чтобы вернуться в это состояние. Достаточно терракоты от герлен, и ты все время, все время возле этого источника. То есть это такой аромат отпуска, но который можно использовать каждый день, каждый день, вообще вот в любое место. Он сладенький, он, да, он приятный. Я думаю, что большинству людей он понравится. Он не будет назойливым, да, в нем шлейф очень хороший. Он где-то до полутора метров. И вот он тут самый, я много раз говорила об этом, говорю, вот тот, который я люблю, он позволяет наслаждаться ароматом тому, кто хочет, и не замечать тому, кто не хочет, да, этот аромат ощущать. Вот есть люди, которые вообще не любят, когда какой-то аромат там они чувствуют. Он это может сделать. Он шлейфит, вот при движении руки, да, или при движении, в принципе, от волос он шлейфит, но он затихает. Если вы сидите спокойно, то аромат тоже с вами затихает. Он даст подышать, даст возможность от него немножко отдохнуть. Это, я сказала, кому подходит, да, шлейф, куда его можно носить, хоть куда. Я даже, вот я честно скажу, я даже представляю, что я могу надеть такой аромат в театр. Могу. Легко. На какой-нибудь вечер могу. В нем вот есть это жасминовая, белоцветочная элегантность. Вполне могу себе это представить. И слегка пудровость, пудровость, да, есть в этом аромате. Так, что еще я сказала кому, куда его можно носить. И немножко, наверное, я буду еще говорить про образ, да, который у меня рождает этот аромат. У меня почему-то приходит на ум в связи с этим ароматом именно женский образ. Это женщина, она, вы знаете, вот скорее всего, эта женщина уже знает, кто она. Она знает, чего она хочет. У нее есть прошлое, которое уже эта женщина тоже осознала. Она его приняла. Знаете, есть такие женщины, вот прям наполненные, вот внутренне наполненные, спокойные. Вот что-то происходит, и у этих женщин в глазах нет паники. Они просто уверены в себе. Вот такая женщина мне приходит на ум. Она может себе позволить жить эту жизнь расслабленно. То есть я не говорю, что эта женщина все время находится в отпуске, отдыхает или ничего не делает там. Нет, я скорее имею в виду, что мне выпадала когда-то такая карта, Таро, или что-то такое, или какая-то сентенция. Я вот не помню уже всех своих эзотерических изысканий. Но я помню вот это послание о том, что надо найти вот этот островок спокойствия внутри себя, потому что события всегда какие-то будут происходить. Жизнь, она непредсказуема. Ты не можешь ее полностью контролировать. Поэтому будешь ты спокойна или не будешь, это зависит только от тебя. Поэтому, дорогая моя, ищи в себе это спокойствие, а не пытайся найти его в этом мире. В мире его нет. Вот это, по крайней мере, мир, в котором я живу, и я этому очень рада, в нем нет спокойствия. В нем много приключений, много путешествий, много, друзья, много есть задач, да, задач, я скажу так, как много задач, которые нужно решать разного объема и разной степени решаемости на данный момент. Но я этому рада. Я тоже для себя пришла к выводу, что спокойствие нужно искать именно внутри себя. Тогда и все решается намного легче, и жизнь становится намного интереснее. И я лично перестаю бояться эту жизнь, событий, людей, своих собственных желаний. И вот этот аромат, он у меня ассоциируется уже вот с такой женщиной, да. То есть я-то себя еще отношу к женщинам, которые идут туда. А вот это для меня прям такая женщина. И почему-то я ее представляю обязательно в белом. Ну, это не свадебное платье белое, а просто какая-то белая одежда. Вот она вот любит, эта женщина. Белые брючные костюмы, белые летящие платья, белые туники, белые босоножки. Вот она себе это может позволить, да, уже ходить в белом и не бояться запачкаться. Друзья, от моих речей отключился даже микрофон. Он, видимо, так успокоился, что решил уснуть. Все, я, в принципе, все уже сказала. Извините меня, там будет звук. Он такой немножко будет с гудением. Я постараюсь наложить музыку, чтобы это гудение убрать. Но не уверена, что у меня получится. Все, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Напишите в комментариях, нравится вам или не нравятся такие способы описания ароматов. Мне очень интересно, дает ли вам это описание, понимание аромата лучше. Или наоборот, как-то запутывает. Или вообще, в принципе, все равно. Все, друзья, спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всех целую, обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok